Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Каждый садовод, будь то начинающий или опытный, сталкивается с вредителями на своем садовом участке. Иногда их поменьше, иногда их очень-очень много и нужно обязательно с ними бороться. Средств ученые разработали огромное количество. Торговля предлагает очень широкий ассортимент. Новые я даже не успеваю запоминать. Но сегодня я пришла обрабатывать грушу и буду пользоваться своим давно опробованным, изученным средством Интовир. И хочу подробнее вам рассказать о обработке Интовиром фруктовых деревьев. Потому что вот сегодня я пришла и вижу. Видите скрученные листья трубочкой? Вот. Все. Сейчас еще покажу. Вот. Какие-то листовертки скручивают, как на сигару. Вот листья скручивают трубочкой листья. Я даже не буду разбираться, кто это. Тут есть и листья погрыженные, немножко, как вот видите, изъеденные. Вам не важно, кто вас тут потревожил. Если вы пользуетесь универсальным, например, средством, оно убивает всех сразу. Тут написано и листовертки, и плодожорки, и белокрылки, и тли, и трипсы. Все. Расскажу подробнее, как я им пользуюсь. Это классическое удобрение, которое безвредно для растения. Но, хочу заметить, что оно вредно для насекомых, как для вредителей, так и для полезных, которые опыляют наши растения. Именно поэтому в инструкции написано, что не обрабатывать в период цветения, потому что, возможно, травля пчел массовая. Потому что груша и яблоня цветет очень обильно. Если вы обработаете по цветкам, все пчелы, которые прилетят, они все умрут. Принцип действия этого препарата таков. Он вызывает паралич у насекомых, судороги. И после этого следует гибель. Все. Очень хорошее, сильнодействующее средство, которым можно пользоваться универсально. И на яблонях, и на грушах можете развести один раз и пойти по всему участку. Огурцы, капуста. Но все, что у вас есть, все можно опрыскать. Базовый раствор. Это одна таблетка на 5 или 10 литров. Здесь в инструкции все подробно написано, какую культуру, как разводить. Вот я сейчас развела одну таблетку на 5 литров и пришла опрыскивать грушу. Грушу можно, грушу так же, как яблоня, все фруктовые, можно опрыскнуть этим препаратом 3 раза за сезон. Не более. И прекратить обработку за 15 дней до сбора урожая. Вот по зеленой, по такой молоди, прыскать можно. Потому что мы получим готовый урожай только в сентябре. Очень поздно. Все лето можете обрабатывать. Вот сейчас обработали сегодня, написали 21 июня. Сегодня 21, по-моему. Через полмесяца пришли, еще раз обработали, еще раз записали. И последнюю обработку, когда сделаете, раньше, чем за 15 дней, срывать плоды нельзя. Но зато вы будете весь сезон наблюдать за тем, как яблоки зреют и груши наливаются. И вот таких вот трубочек скрученных у вас не будет. Вот видите, ну это вообще безобразие. Все листья обгрызены и трубочку скручены. Дальше что? Чтобы получить хороший результат, если вы пользуетесь, сейчас говорим именно о интовире, нужно использовать только свежеприготовленный раствор. Хранить его нельзя ни в коем случае. Обработка будет бесполезна, если вы будете опрыскивать старым раствором. Все. Приготовили свежий раствор. Растворяется хорошо в воде. Если не растворяется, перед растворением можно растолочь, прям не вскрывая пакет, чем-нибудь подолбите. Я скалкой раздолбливаю до порошкообразного состояния, потом заливаю водой. Все. Вот при обработке яблонь и груш, конечно, лучше использовать опрыскиватель уже с телескопической насадкой. Если я первый раз вам показывала маленький опрыскиватель, то теперь, когда я обрабатываю грушу, я делаю обработку таким вот. Ну, погода желательно безветренная должна быть, но мне уже ждать некогда, потому что уже все, крайне надо срочно обрабатывать. Я обрабатываю большие растения вот таким жуком. Потом я сделаю специально один видеоролик о разных опрыскивателях и для каких целей, какие и когда служат. Вот. Обрабатывать нужно или рано утром, или вечером, чтобы вот эта жидкость рабочая как можно дольше осталась, не высыхала на листьях. Вставайте в 7 утра в сухую безветренную погоду. Отличный результат будет, если обработаете за 3-4 часа после дождя. Ну, короче, если дождь не смоет, то на 2 недели вам хватит. Потом появится новое поколение насекомых, все равно они откуда-то прилетят, приползут, обработаете еще раз. Если после 2-3 обработок энтовиром все-таки насекомые не исчезают, нужно сменить препарат. Потому что сейчас современные наши насекомые-вредители, они адаптируются к нашим препаратам для обработки. И если вы будете обрабатывать одним и тем же постоянно, то они будут к нему привыкать и не так часто будут умирать. Подытожим. Если нашли вредителей где-то на яблонях, на капусте хоть где, разводите таблетку энтовира по инструкции 1 или 2 на 5-10 литров, как там написано. Свежеприготовленным раствором обрабатывайте рано утром или поздно вечером в сухую безветренную погоду. Оставшийся раствор не хранить, он не действует. Обрабатывать с интервалом 15 дней, закончить обработку за полмесяца до сбора урожая. Вот, например, фруктовых. Также капуста. До снятия кочанов на хранение за 15 дней. Все. Вот это классическое, очень хорошее, эффективное средство. Если насекомые к нему привыкнут, меняйте. Потом расскажу про какое-нибудь другое. Сейчас вот пока про это. Все мои статьи и видеоролики есть у меня на странице. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, до свидания. Будем бороться с насекомыми-вредителями. Надо помогать нашим растениям, потому что сами они не могут осилить такого количества вредителей. Вот видите, тут и грызут, и сворачивают в трубочку, высасывают. Потом могут вообще завестись даже в плодах какие-то насекомые. Чтоб не было червивых плодов, будем обрабатывать своевременно, но грамотно, чтобы не повредить ни растениям, ни себе. До свидания. Желаю вам всем хороших урожаев.